Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейская еженедельная телевизионная программа «Алиф». Сегодня у нас в студии гость, необычный гость в нашем городе, в нашей еврейской общине, господин Ицхак Пентасевич. Пентасевич, правильно? Абсолютно точно. Автор многих бестселлеров, знаменитый тренер, коучинг и многое другое для бизнеса и для личностного роста. Но сегодня вы не столько в бизнесе и не столько в личностном, сколько в еврейской общине. Почему вообще возникла идея проводить тренинг для людей, занимающихся общинной работой, занимающихся, скажем так, проектами, которые вроде бы изначально не имеют специальной, конкретной формализированной цели, а просто стараются сделать жизнь лучше? Здравствуйте, уважаемые телезрители. И я хочу именно выделить вот одну очень важную вещь. Можно в любом деле... Есть два главных принципа в жизни. Первый принцип такой – это участвовать, чтобы побеждать, а второй – участвовать, чтобы участвовать. И большинство людей живет даже не участвуя ни в каких соревнованиях, а просто наблюдая за тем, как участвуют другие. Это большинство людей. Меньшинство людей, они включаются с детства в какую-то схему борьбы за призы, хочу выиграть, хочу быть первым, хочу быть лучшим. И именно такие люди, они двигают мир вперед. Те люди, которые ставят цели, их достигают любой ценой. Община, она возникла как, ну как община, да, как место, где собираются люди, еврейская община, вообще служить Богу, собираться вместе, помогать друг другу. Община, она существует на пожертвования участников общины. Ну, обычно так происходит. И среди участников общины получилось так, что есть много людей, значительно больше процентов в Невроветровстве, чем в других общинах, которые выстроены именно на схеме достигать, быть первыми, быть лучшими. И они достигли больших успехов в бизнесе. Община процветает, имея, ну, хорошее, слава богу, финансирование. В общем-то, эти люди, они очень хотят, чтобы община была не просто община, а лучшая в мире община. Построили самый большой общинный центр в мире. Нету такого в мире. Ни про Петровск, в общем-то, город, о котором, ну, достаточно небольшой по мировым меркам. В нем номер один общинный центр в мире. Еврейский общинный центр в мире. И они хотят, чтобы была сама община и все ее подразделения, они были лучшими в мире. Ну, у них такой взгляд на мир. И они пригласили меня, а я специализируюсь на работе с самыми лидерами во всех сферах рынка. Лидеры, то есть, мои клиенты, например, Procter & Gamble, MasterCard, MTS. Ну, то есть, такие самые-самые, которые рвутся вперед. И, в общем-то, вот так все срослось. Я знаю, что у вас есть философия успеха. Вы считаете, что важно это не столько гармония или нахождение себя в некой нирване, сколько двигаться вперед, расти, и что каждый день, когда ты не двигаешься вперед, ты двигаешься назад. Так ли это? Значит, у меня есть философия успеха, что человек должен быть успешным. Да, я согласен. Что такое успех? С моей точки зрения, успех – это и есть гармония. То есть, гармония и успех для меня – это однозначные вещи. И еще есть третий фактор развития. Вот есть успех. Это как человек оценивает себя, как он оценивает себя, например, в свою жизнь. Человек может быть… Кто-то говорит, он успешный, а сам человек может себя считать неуспешным. Значит, я больше все-таки склоняюсь верить в его личной оценке, потому что для него лично она важнее для этого человека. Должен быть успех. Успех – это когда человек системно достигает поставленные им же цели. Это успех. Вот он не просто… Там бывает удача, бах, повезло. А успех – это когда он ставит цели и достигает системно. Гармония – когда у него есть успех во всех сферах жизни или в большинстве. Это гармония. То есть, если у него здоровье хорошо работает, семья, дети, бизнес, жизнь, общественная жизнь, какая-то хобби – это гармония. И третий параметр – это развитие. Должно быть постоянное развитие. Если нет развития, есть деградация. Вот у меня должно сходиться три параметра. Первое – системное достижение цели – это успех. Второе – гармония. Успех должен быть во всех сферах. И третье – должно быть развитие. Вы говорили на своей сегодняшнем тренинге о том, что человек, чтобы добиться успеха, должен выйти из гармонии, из зоны комфорта, из равновесия, из спокойствия и попасть в сферу того, где он рискует, где он постоянно находится в стрессовой ситуации. Вы считаете, без этого невозможно достичь успеха? То есть гармония и зона комфорта – это разные вещи. Человек, например, может находиться в зоне комфорта. У него нет семьи, у него нет денег. Он привык жаловаться, что у него нет денег, нет семьи. И еще он привык считать, что его способ жизни правильный. Для него это является его зоной комфорта. Он привык так, он так живет изо дня в день. То есть он настолько привык к своим условиям жизни, мыслям своим и так далее, что он из них и не выходит. Значит, для него это зона комфорта, но это нельзя назвать гармоничной жизнью, потому что у него жизнь не работает. А для того, чтобы она заработала в любой сфере, то есть для того, чтобы изменить любую ситуацию, какой бы она ни была, обязательно нужно пройти через этап дискомфорта. Так происходит. То есть человек находится в любом, например, привычном положении. Он не умеет водить машину, он что-то не умеет. Теперь, чтобы научиться, это дискомфорт. То есть он себя ставит в непривычные условия. В этих условиях ему тяжело. Это может быть легкий дискомфорт, когда человек учится, ему немного тяжело. Это может быть сильный дискомфорт, когда он учится водить машину, его колбасит, там это страх. Но в итоге он проходит этот этап дискомфорта и приходит к тому, что он уже это может делать. Он научился. Я уверен, что развитие идет только через дискомфорт, через стресс и адаптацию к стрессу. Но если стресс не пересекается с этапами расслабления и восстановления, то этот стресс истощает. То есть должно быть стресс, восстановление, стресс, адаптация к стрессу, отдых, расслабление, восстановление сил. И опять следующий стресс, адаптация. То есть так идет развитие и рост. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите о том, что человек должен покинуть зону комфорта, это должен быть его сознательный выбор или это может просто так с ним произойти, какое-то изменение в обществе, социальной структуре? Я считаю, что это с ним обязательно произойдет. То есть единственная из константов нашей жизни – это изменение. Изменение, хочет он не хочет. Тут он стал постарел, тут он заболел и так далее. Его жизнь выбьет из вот этой вот привычной стабильной ситуации, за которой он держится. Я считаю, что он должен осознанно поставить себе какую-то цель и выходить сам за пределы своей вот привычной этой зоны комфорта и тренировать себя. Тогда он создает запас, тогда он привык к изменениям, тогда для него изменения перестают быть настолько стрессовыми. Почему? Потому что он сам их инициирует. То есть я, например, обливаюсь ледяной водой, я сам себе создаю стресс. Для чего? Чтобы сквозняк, он не был для меня таким уж большим стрессом. Я сам себя приучил к стрессам в смене температур. Я, например, сейчас из этой студии, до гостиницы, я пробегусь. Я сегодня целый день занимался, в общем-то, такой вот деятельностью, тоже физической. Но я для того, чтобы включить систему восстановления организма еще сильнее, я еще пробегусь по воздуху, подышу и создам себе стресс, который включит во мне намного более сильнее программы восстановления, чтобы завтра буду лучше себя чувствовать. С Божьей помощью. Вы говорите о том, что выходить и ставить перед собой цели, надо завышенные. Если ставить легкие цели и добиваться их, и получать от этого удовольствие, то это не помогает развитию. Так я понимаю? Обычно, нет, смотрите, оно помогает развитию, но если говорить про обычную схему, человек, когда ставит себе легкую цель, он потом разочаровывается. Ему приходится постоянно менять цели. И я считаю, что лучше поставить высокую, такую вот большую цель, и к ней стремиться идти, тянуться, развиваться, но не менять ее. Если цель очень высокая, и ты к ней идешь долго, то у тебя жизнь становится более-менее стабильно выстроена в одном направлении. То есть ты все время покидаешь привычную зону этого комфорта, которую мы уже много раз повторяем, но ты двигаешься в одном направлении. И вероятность того, что ты построишь что-то стабильное и большое, резко вырастает. То есть поэтому я советую не менять цели, ставить завышенные цели, стремиться к ним тянуться. Цель, она нужна. Есть несколько выражений таких вот интересных. Робин Шарма, такой известный тренер, он говорит, что цель жизни – это жизнь с целью. То есть неважно, какая цель, но если нет цели, то человек плывет по течению. Это такая пустая реактивная жизнь, когда ты живешь вот только сиюминутными реакциями на какие-то внешние раздражители. Но когда у человека появляется его цель большая такая, ну его жизненная даже цель, то его жизнь, она начинает управляться той целью, которую он сам себе поставил. Его жизнь осмысленна. А не напоминает ли вот такое целеполагание или попытка создать себе цели, те самые сценарии, о которых много писали психологи, которые человека заставляют находиться в каких-то определенных рамках и в значительной степени ограничивают его? Является ли это прообразом сценарного поведения? Смотрите, хотя бы это как минимум, если это моя цель, это мой сценарий. Если же я не ставлю себе цель, то я являюсь статистом в сценариях других людей, которые поставили цели, которые ради этих целей меняют мир, привлекают меня и так далее. То есть я могу быть или главным актером в своем спектакле или в своем фильме, где я поставил себе, сам придумал роль, или же я статист в чужих спектаклях, и у меня нет своей цели, и меня туда дернуло, сюда дернуло. Я, в общем-то, так вот плаваю, как катер без парусов и без руля. Вначале вы сказали о том, что вы работаете с теми, кто хочет быть лидерами и быть номер один. Но не секрет, что в спорте побеждает всегда один, а большое количество оказывается на втором, третьем, даже пятом месте. Даже в Олимпийских играх победитель только один. Не возникает ли фрустрации у тех, кто оказался не номером первым или хоть чуть-чуть не достиг своей цели? Я могу по-другому сказать, что номером один становится только тот, кто хотел быть номером один. Это другая сторона медали. Те, которые хотели быть номером один, но им не стали. Я, например, был третий на чемпионате мира среди юнеров, занял третье место. Я хотел быть даже не чемпионом мира, я хотел быть рекордсменом мира. А стал всего лишь третьим на чемпионате мира. Но у меня на всю жизнь осталась медаль чемпионата мира, статус, внутреннее понимание, что я могу войти в мировую элиту хотя бы в одной сфере, но я в нее вошел, значит, могу и в других сферах. У меня совершенно сформировалась психология. То есть я не достиг своей цели, я был третий. Но благодаря этому я стал, ну то есть я выстроил свою жизнь. Стремясь к вершине, есть хорошее выражение, Наполеон говорил, что мечтая о невозможном, достигнешь многого. Философия построения бизнеса Джека Уэллча, это один из самых крупных мировых таких бизнес-лидеров последних десятилетий. Его философия была такая, став себе огромные цели, очень высокие, амбициозные, большие цели, чтобы даже 10% от них давали сверхрезультат. По меркам обычных людей. Стив Джобс, создатель самой дорогой компании на сегодня в мире, он хотел вообще изменить мир. То есть его была цель, чтобы компьютер Apple были у каждого человека в мире, изменить мир. Походу он создал самую дорогую компанию. Он не достиг своей главной цели. Но те результаты, которые он получил по ходу, были намного выше, чем у тех людей, которые ставили себе маленькие реальные цели. То есть даже если хочешь достичь немногого, ставь большую цель, и ты превысишь даже ожидаемый тобой результат. Да, да. А, кстати, упомянутый вами, господин Балыч, это не тот, кто рекомендовал успешным компаниям увольнять 10% своих сотрудников, которые отстают, даже если они дают хорошие результаты. Просто нижние должны уйти. Да, да, это он, это его технология. Это очень жесткий социал-дарвинизм. Разве это можно применять, например, в общинной жизни, где мы поддерживаем даже самых слабых и помогаем тем, кто, в общем, в жизненной гонке не является лидером? Им надо помогать. Для этого есть община. Но, например, если мы хотим, чтобы община работала максимально эффективно, то метод Джека Уэлча, он себя зарекомендовал как работающий, эффективный метод, в котором компания очень быстро растет, достигает цели компании. И этот метод, он работает. Этих потом уже 10 человек, ну, 10%, им можно помогать, они могут быть социально, ну, люди, которым там, хотя, опять же, им помощь не нужна, они, поработав в такой сверхкомпании, они все равно выйдут достаточно успешными людьми с навыками, которые найдут себе работу в других компаниях. Но для компании было, это хороший метод. Для общины я считаю, что это тоже хороший метод, потому что, наоборот, община должна быть примером, и те люди, которые в ней работают, они должны работать действительно профессионалы своего дела, люди, которые стремятся помочь другим людям. Если человек не хочет помогать другим людям, он плохо работает, он не выполняет свои обязанности, он, ну, в общем, то зачем он должен там быть? Он принесет большой вред. И само общине, и тем людям, кому он должен помогать. Вы говорите о том, как, в отличие от бизнеса, где есть исчисление, есть прибыль, есть доля рынка, есть какие-то численные показатели успешности или неуспешности, в спорте это секунды и минуты. Вы считаете, что и в социальной, общине некоммерческой жизни могут быть исчисляемые показатели? Я считаю, что должны быть, потому что, смотрите, община это как государство, оно должно обслуживать народ. Община, по большому счету, это некий орган, который обслуживает нужды членов общины. Чем лучше община это делает, тем больше будет удовлетворенность членов общины, тем больше будет расти община, тем больше, ну, то есть тем будет лучше для общины. А вы считаете, что государство могут быть тоже цели? У государства должны быть цели. Есть государства, которые хотят, например, там, Америка, да, ну, к примеру, у них у государства есть цели, американская мечта, ESVK, да, мы можем. Америка, у них есть цель, мечта, способ жизни, то есть это вот как раз такое вот идеологически верно выстроенное государство. Есть государства, у которых нету цели, например, к сожалению, стать лучшим, обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, ну, и так далее. И такие государства, они не процветают. Есть государства, которые, как Япония, которые делают резкие, то есть община – это то же самое, это мини-государство, и оно должно стремиться быть лучшей в своем роде, так, чтобы, ну, действительно, вообще, я считаю, любой человек должен стремиться быть в своей сфере, если он уже ей занимается, он должен быть в ней профессионалом, расти и быть лучшим. И тогда он будет счастлив, люди, которые получают плоды его труда, будут счастливы, ну, то есть он будет, он доволен, деньги придут, все придет. То есть вы отождествляете успех и лидерство со счастьем в вашей философии? Нет, должна быть еще гармония и развитие, обязательно должно быть. То есть если успех есть в одной сфере жизни, то это только успех. Если же при этом, ну, нет гармонии, то это, я не могу назвать это успехом в рамках жизни, глобальным успехом. Это такой вот локальный успех в той сфере, где человек хочет быть. Для некоторых людей этого успеха достаточно, их можно назвать счастливыми. Они говорят, мне не нужно, я знал таких спортсменов, мне ничего не нужно, кроме спорта. То есть все, и я достиг этой медали, я полностью счастливый. Почему? У него остальные стороны жизни просто выключены, вот просто выключены. В принципе, если говорить, ну, разумно и глобально, человеку важны здоровье, семья, деньги, духовное развитие и профессиональный успех тоже важен. Духовное развитие тоже может быть целью? Да, конечно. Духовное развитие, оно должно быть целью. То есть это должно быть, по теории, должен человек, должен еврея каждое утро себя спрашивать, когда достигнут мои дела, дел про отцов. Про Аврама, Ицкака, Якова, люди, которые были полностью преданы Богу. Есть целая книга «Миселати Шарим. Путь праведных», где есть ступени развития, где ты поднимаешься до ступени, там, Роха Кодыш, пророчества. То есть, естественно, и в духовном развитии есть ступени. И если это духовное развитие, оно без цели, то это не развитие. То есть это вообще не развитие. Просто вот такой вот способ жизни. Человек, он примыкает к духовности на каком-то уровне, потом на этом уровне он и плавает. То есть чуть ниже, чуть выше. Ну, учится в Дешиве и так далее. Вы считаете, что надо ставить перед собой всегда цель? Обязательно, обязательно, обязательно. И в духовном развитии, тем более. И я считаю, что успех Хаббада именно за счет того, и больше, чем успех всех остальных систем и течений, ну, в настоящее время, что Хаббад ставит цели, что есть цели. И Хаббад хочет, чтобы были общины лучшие, и чтобы всех приблизить. И действительно, есть цели у Хаббада, чтобы в каждой точке, где есть евреи, были обязательно общинные центры, были бейт Хаббада. Ну, то есть это все цели, это все измеряемые параметры. Именно вот у Хаббада как раз и есть цели. Вернемся к нашей общине. Вы до этого работали, делали тренинги для каких-либо общин, давали ли это для каких-либо, скажем так, не обязательно еврейских, некоммерческих структур. Я стал тренером, работая в общине. То есть я работал в общине, был руководителем еврейской общины, общины в городе Петахтиква. И для усиления качества своей работы я видел, что людям тяжело высказывать свои мысли, тяжело учиться и меняться. Я именно для того, чтобы качественнее выполнять свою работу как руководитель общины, я начал изучать тренинги, как помочь людям быстрее учиться и выступать публично. Я сам прошел несколько тренингов, публичных выступлений. У меня тоже была с этим сложность. А главный инструмент преподавателя ТОРа, например, это умение донести так вот эти вот знания до людей, чтобы они действительно их поняли, приняли и восприняли. Я для себя вначале прошел эти курсы ораторского мастерства, потом начал обучать других участников общины. И у меня первая группа, я помню, была семь женщин. Семь женщин, активы общины. Они научились выступать публично, они привели еще людей. Очень сильно выросла активность. Потом была группа еще мужская, потом еще женская, потом и так далее, и так далее. Я стал тренером, можно сказать, как побочный эффект от моей общинной деятельности. Я хотел быть хорошим руководителем общины, а у меня не хватало для этого инструментов. Я сам проходил тренинги, потом обучал этим же вещам членов общины. И так я стал тренером. Так я стал тренером. Община существует до сих пор. Когда я там был руководителем, это была самая большая русскоязычная община в Израиле. У нас было, ну вот на все... В Израиле, кстати, меньше общины, чем в диаспоре эти русскоязычные. Но у нас собиралось на празднике до 100 человек. Именно Пейсах вместе мы праздновали. На каждый шаббат было где-то до 50 человек. Вот вместе мы собирались. То есть была такая около 100 активных участников общины. Но теперь вы известны еще и как писатель, автор бестселлеров. Как вы себя сейчас чувствуете? Все-таки больше тренер, писатель или человек, который достигает каких-то своих просто личных целей тем или иным способом, тем или иным средством? Я за гармонию. Я за гармонию. И даже то, что я сейчас в данный момент больше внимания дам книгам. Я бизнес-тренер, я обучаю компании и корпорации. Я тренер личного снова роста. Я провожу открытые тренинги, на которые приходят люди. Абсолютно разные приходят на эти тренинги для того, чтобы вырасти как личности, понять, кто я, что я, куда я иду, выстроить себя. Не жить, исходя из прошлых схем, как их запрограммировали родители, учителя, а чтобы выйти на свободу и создать именно как заново родиться. Это вторая моя вещь. Также я провожу открытые тренинги ораторского мастерства, где тоже люди приходят. Пишу книги. То есть, я автор книг. И это тоже отдельное. То есть, я уже написал 10 книг. Тоже по методикам успеха, тоже по изложениям своей системы? Да. Главная моя книга называется «Действуй 10 заповедей успеха». Вторая книга, которую я написал, называется «Живи всем заповедей энергии и здоровья». Третья книга называется «Уверенность в себе и ораторское мастерство». Четвертая книга называется «Ставь цели». Пятая книга называется «Самый простой путь в бизнес». Шестая книга называется «Влияй всем заповедей лидера». Сейчас вот я пишу книгу «Богатей. Семь путей к деньгам и славе». И сейчас прям выходит буквально через неделю книга «Семь шагов к созданию хороших привычек». То есть разные тематические книги, которые улучшают жизнь, я их пишу. Для меня это метод самому развиваться. То есть я беру какую-то тему, которая обычно мне не хватает и начинаю эту тему исследовать, изучать. Я хочу научиться, как в этой теме достигать наибольших результатов с минимальными затратами энергии сил и времени, потому что я хочу, чтобы жизнь была гармоничная. Дальше я эту тему изучаю, исследую, прохожу обучение, читаю исследования. Например, книгу про лидерство я писал год. После этого я структурирую материал в виде своей книги. Мой метод написания книг я уже тоже хорошо отработал. Он простой, понятный, с анекдотами, с цитатами. Ну, то есть я стараюсь, чтобы было весело. То есть это даже не столько исследование, сколько некая методичка, некая... Книги-принятия, да. Все мои книги называются книга-тренинг, в которой приведены выжимка из теоретического знания, в которой я сам на себе проверил. Я утверждаю, что это так. После этого идет упражнение по приобретению тех навыков или тех качеств, о которых написана эта книга. Все у меня книги, вы правильно заметили, книга-тренинг с упражнениями, с... Методичка, да. Это методичка по приобретению определенных навыков и качеств. Все-таки как вам больше нравится формулировать свои мысли на бумаге и давать это в качестве некого такого отстраненного, объективизированного знания или живая работа с людьми, работа с конкретными людьми, с конкретными группами? Я за гармонию. Мне не нравится перекос ни туда, ни туда. То есть если сказать, что писать только книги, я люблю общаться с людьми, я люблю выступать на большие аудитории, с малыми... То есть мне нравится работать с людьми. Если только работать с людьми, то быстро истощаешься. Когда ты работаешь все время только на отдачу знаний, то... Ну это достаточно тяжело. Поэтому написание книг для меня это наполнение себя, изменение себя. То есть я все-таки... Для меня главное это развитие, успех и гармония. Я сам живу по этим принципам. Вернемся к еврейской общине Днепропетровской. Насколько вы познакомились сегодня с основным стаффом, с большинством руководителей программы, проектов? Насколько вам показалось, эти люди разделяют ваши ценности, вашу философию, насколько они настроены на успех? Я могу сказать, что я был удивлен и поражен. И с другой стороны, я теперь понял причину, почему это самая большая община. Действительно здесь, можно сказать, такой концентрации людей, которые занимаются общественной деятельностью. В основном люди, у которых сильно развито вот это вот качество лидерства, достижения, они идут в бизнес. Но здесь почему-то так получилось, что среди людей, которые занимаются общественной работой, я увидел очень много людей, которые реально хотят достигать, быть лидерами, вкладывают свою душу в то, что они делают. И это является причиной тех высоких результатов, которые есть в Днепропетровске, в еврейской жизни. Мне очень приятно, что я могу добавить каких-то инструментов. На удивление, обычно моя главная специализация в тренингах – это добавлять людям мотивацию и веру в успех. Но здесь я увидел, что я в этой как раз сфере, которую я считаю самой главной, и то, чего не хватает большинству людей, это поверить в то, что они могут, и вот именно пробудить в себе огонь желания. Так я увидел, меня обычно для этого приглашают. И моя программа называется «Новый старт», как опять зажечься на достижение успеха. И сразу же я даю какие-то работающие схемы инструмента, чтобы не совершать ошибок и не растратить этот огонь мотивации впустую. Но здесь я понял, что именно мотивации достаточно, желания быть первыми, быть лидерами достаточно. И большая часть вот этой обучающей программы сейчас посвящена приобретению инструментов, как реализовать вот эти свои возможности, более качественно, быстро привести к конкретным результатам, которые будут еще выше, чем сейчас. Иногда, например, вот в одной из ваших методик, которую вы сегодня рассказывали, было сказано о том, что не надо тратить время на изобретение велосипеда, надо посмотреть и использовать, улучшать уже существующие схемы. Это более короткий путь к успеху. Не кажется ли вам, что иногда поиск истины и личное переживание через себя дает более высокие результаты, чем когда ты получил готовый рецепт? И не всегда надо смотреть в ответ задачники, иногда надо долго решать эту задачу, чтобы решить ее самому. Есть тип людей, которые любят такой подход к жизни. Для них важен процесс, для них процесс более важен, чем результат. Таких людей меньшинство, такие люди, они получают удовольствие не от результата, а от процесса. Я к таким людям не отношусь, большинство людей хотят результата, в процессах интересуют, как средство для достижения результата. Поэтому для них наиболее удобная методика, о которой я говорю, посмотреть, как делают другие, взять лучшие элементы, соединить их, креативно добавить свое какое-то улучшение и быстро сделать. Выигрыш. Ты учишься по ходу, наблюдая, как другие уже сделали что-то успешное. Даже если ты в этот раз это не используешь, ты можешь это использовать в другой какой-то раз. И тебе не надо изобретать велосипед. То есть ты строишь свой план. Я не призываю копировать что-то одно, наоборот. Я говорю, что обязательно надо изучить три готовых каких-то решения, чтобы выбрать из каждого лучшие элементы и соединить их по-новому. Это более короткий путь, чем выдумывать самому. Что ж, я думаю, что подробнее с философией и очень интересными тренингами Исхака Пентасевича можно познакомиться в книгах или на тренингах, которые он проводит. Я хочу выразить глубокую благодарность Приватбанку, благодаря которому этот замечательный человек приехал в наш город и тренинг для еврейской общины состоялся. Возможно, это станет моделью для развития или стимулирования деятельности не только еврейской, но и многих других общин и некоммерческих организаций в нашей стране. Огромное спасибо вам за то, что были гостем нашей программы. Я прощаюсь с вами, дорогие телезрители, ровно на одну неделю. Мы снова увидимся с вами в следующее воскресенье на вашем любимом девятом телевизионном канале. Дохраните Всевышний вас и ваши семьи, чтобы все у вас было очень хорошо. Мир вам, шалом. До свидания. Легитраут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok